Можно у меня к вам вопрос? Вот смотрите, если бы у вас и ваша семья, в которой вы в детстве жили, была такая же хорошая, как вы думаете, как бы вы развивались? А, я внутренне ответила. Вот понимаете, если все совсем хорошо, то тогда у человека теряется всякий потенциал к развитию. Это означает, что он просто будет покалечен. Поэтому Бог просто в принципе не может допустить того, чтобы у вас все было хорошо. Иначе вы просто станете ватрушкой и все. Вот человек, когда все хорошо, он просто вот становится ватрушкой. Я на себе это заметил, понимаете, чем больше добрых дел делаешь, тем лучше становится жизнь. Все те любят, все те улыбаются и такое, знаете, может мне уже не ездить лекцию, не читать, сидеть дома. Смотреть на завалинку и радоваться жизни. Уже все, обватрушился, понимаете? Нет, у меня очень тяжелый период был 17 лет назад, пока я сюда не переехала. Именно благодаря, наверное, тому, что у меня было такое тяжелое положение, я, но сейчас не было как раз таки очень хорошим. Все правильно вы говорите. Вы сильный человек, вы работали над собой, любили людей, вы все интуитивно делали правильно. Бог вам наградил вас хорошим мужем, хорошим ребенком. Все. Мама, это ваше испытание. Молитесь за нее. Вопрос в том, что у нее все равно ничего абсолютно не меняется на протяжении всего времени. Ничего страшного. А мне тяжело с ней общаться очень. Ну. И что мне с этим делать? Ты знаешь, что с этим что-то надо делать? Ничего не надо делать, надо так жить дальше. Принять судьбу. У меня так же с отцом было. До последнего момента. У нее все было. У меня отца тоже все было. Я просто принял и молился за него. Можно крепость брать штурмом, можно осадой. Осада означает вот сейчас конкретно с ней ничего не делать. Ждать, когда придет время. 17 лет прошло. Да, нормально. Такова вот тяжелая судьба у вас в отношениях с мамой. Примите, ждите, молитесь, ничего не делайте. Она когда бывает звонит? Не надо с ней близких отношений строить. Да, говорит, мама, да, спасибо, молодец, люблю. Я никогда не говорю. Она потому что еще ее как-то любила. Вот зря. Зря. Надо говорить, мама, я тебя люблю, ты хорошая. Потому что я не люблю. Ты не хорошая. Потому что разрушилась семья. Я не могу сейчас с вами говорить, поэтому молчу. Не молчать дальше и что мне делать? А я не могу с вами говорить. Молчать или говорить, что мне делать? Но через силу? Я не хочу. Через силу говорить? Не знаете? А я знаю. Надо знать, что в этом мире сама идея, что хочу, то и делаю, она абсолютно неправильная. Она идет из нашего сердца как типа вот основа справедливости. На самом деле мир не так устроен. Человек, если хочет делать правильно, он должен делать как надо, через силу. Должен совершать аскерзу. Например, я должен нежно, ласково относиться к своей жене, а хочется грубо себя вести. Я должен делать ласково и нежно, даже если мне не хочется. А потом, когда она станет благодарной, я узнаю, зачем я так делаю. Она живет в другой стране. Не имеет значения. Она вам звонит, мамочка, спасибо, что позвонил, я тебя люблю, извини, что никогда это не говорила. Все. И когда вы начинаете так делать, у нее сразу вулкан там просыпается, начинает раскаиваться, плакать, начинает менять свою жизнь. Все. А вы потом понимаете, почему вы так будете говорить. Это просто потому, что старший надо так сказал. Я всегда так делаю. Старший сказал вот так делать. А не хочется, а надо. Я вам сказал, надо говорить ей добрые слова. И вы говорите не потому, что вы хотите, а потому, что я хочу. Я сказал, надо делать, значит, вы делаете. Вы слушаете старшего. Так меняется судьба. Старший иногда вообще парадоксальные вещи может сказать. Один мой знакомый, у него духовный учитель, сказал ему, но это было очень давно, лет сорок назад. Он сказал ему, посмотрел на него внимательно и сказал ему, чтобы тебе победить судьбу, тебе надо постоянно обжираться. И стать толстым, как поросенок. Да, и он, этот человек, он говорит, слушаюсь и повинуюсь. Он так любил своего наставника и начал просто обжираться. И он ему сказал, придет время, ты поймешь, когда надо закончить это дело. И он стал толстым, как поросенок. Один раз, маньяк один, он зашел в подъезд, он ему вот так разрезал горло, чтобы взять у него деньги. И он не дорезал даже до сосудов. Один жир вскрыл только. Вот. И он думал, что он его убил уже. Взял деньги, пошел. Вот. А тот встал, пошел домой дальше. У него даже кровь там не потекла. Потом зашили все это. И он начал худеть. Он понял, что пришло время. Все. Жизнь спасена.